Ежегодно тысячи россиян обращаются за медицинской помощью после того, как попробовали то или иное блюдо с грибами. В Нижегородской области уже зарегистрировано 19 таких случаев. При этом причиной отравления становятся не только ядовитые грибы, но и привычные всем подберезовики и сыроежки. Вот только собраны они были неправильно. Собирать нужные грибы вдали от дорог, автомагистрали, желательно в экологически чистых районах, вне населенных мест. Собирать грибы лучше в плетеные корзины, не в полиэтиленовые пакеты, так они долго будут сохранять свою форму и не будут портиться. Обязательно грибы нужно подвергнуть кулинарной обработке в день сбора. К безусловно съедобным грибам относят только белые грузди и рыжики. Их можно готовить без предварительного отваривания. Если вы не любитель по несколько часов ходить по лесам и предпочитаете не собирать грибы, а покупать, это не значит, что отравление вас точно не коснется. Нельзя покупать грибы и приготовленные, особенно в банках с закатанными крышками, сушеные, соленые, то есть любым способом приготовленные у случайных лиц в местах стихийной и несанкционированной торговли. Приобретая грибы на рынках или ярмарках, спрашивают у продавцов о наличии специального разрешения, которое они должны получать после проведения экспертизы, перед тем, как выложить грибы на прилавки. Такое разрешение говорит о качестве продуктов. Если вы покупаете уже собранные грибы в продовольственной торговле, в предприятиях, то здесь нужно обращать внимание на целостность упаковки, на внешний вид грибов, естественно, тоже. И обязательно нужно смотреть, есть ли информация о товаре на упаковке. Тяжелее всего отравление грибами переносят дети до 14 лет, потому что в организме ребенка еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Также блюдо из грибов не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.